Итак, друзья, всем привет! Тема данного ролика Parallels Dextap 18.3.1 на Hackintosh То есть, как сделать так, чтобы это работало на Hackintosh. Если вы смотрели предыдущий ролик по Intel, то я там просто отключил System Integrity Protection. Итак, поехали, давайте откроем OpenCore, смонтируем EFI, зайдем на диск EFI. Думаю, что проще не здесь отключить SIP, потому что в OpenCore он не полностью отключается. И при отключении из OpenCore любыми значениями... Давайте постановщик отключим, чтобы я мог чтобы все было на рабочем столе. Так, любыми значениями вот этими для отключения SIP происходит такая вот картина. Custom Configuration. Раньше работало на Big Sur в тюрьме 67,6,0. Сейчас это все... Раньше E7708 работало. Сейчас это все приводит вот в такой вот картине. Скрипт для параллельств требует отключения SIP. Поэтому, смотря ролик по Intel, мы идем с вами в Recovery. Отключаем System Integrity Protection. Итак, чтобы попасть в Recovery на нашем Hackintosh, у нас должно быть включено APFS Jumpstart Hot Plug и Enable Jumpstart. Скажу сразу, что на эмулируемом NVRAM это не работает. То есть, если эмулировать NVRAM драйвером Open Variable Runtime, работать не будет. Если у вас хороший железный NVRAM, нужен этот квирк для его работы. 10-е поколение, 11-е поколение, 12-е, 13-е, 8-е, 9-е, 7-е. Должно быть Rebuild Apple Memory Map включен. Этот квирк для NVRAM. Квирк. Далее. UEFI APFS. Enable Jumpstart. Jumpstart Hot Plug. Все это включено. Сохранили конфиг, перезагрузились. И зашли в Recovery. Как я показывал в ролике по Intel. И просто отключили SIP командами CSR-Util Disable и CSR-Util Authenticated Root Disable. Затем загрузились в систему. Открыли терминал. Где наш терминал? Давайте зайдем. И проверили статус. CSR-Util статус. Статус. Выключен. И CSR-Util Authenticated Root статус. Дисейбл. Выключен. Далее мы что делаем? Далее мы открываем папку. Папка есть в Discord сообществе. Чуть позже расскажу в новых роликах об этом скрипте подробнее. и что вообще сейчас представляет из себя патч для Apple Silicon и скрипт универсальный. Он универсальный, ребята. Программа из любого источника. Ну, это отсюда SPKTL Master Disabled то есть это отключение гейткипера то есть это вот здесь шифрование диска тоже отключено должно быть установка Command Line Tools for Xcode последней версии и далее параллельку ставим и пользуемся скриптом. но давайте скрипт на рабочий стол и параллельку на рабочий стол. Итак, давайте поставим дабы проверить мои слова чтобы не было вопросов она у нас не активирована мы ее закрываем мы не входим в аккаунт параллельс открываем скрипт как и в прошлых роликах я обращаю ваше внимание на то что нужно дать доступ к диску нашему терминалу это опять же вот здесь доступ к диску плюсик используем пароль программы утилиты и терминал и терминал и вот он наш терминал далее свойства crackparallels и чтобы скрипт открывался в терминале по умолчанию для этого жмем другое рекомендуемое жмем все программы ищем папочку утилиты и терминал и настроим и он будет по умолчанию далее мы с вами открываем папку tool берем этот файл копируем и вставляем в эту папку прям вот так зажимаем control жмем открыть систем интегрити протекшн статус disable вводим пароль здесь жмем y или y кому как удобнее все комплит и пробуем открывать открывать в обычном режиме параллель должна быть закрыта во время на это все действие пожалуйста а мы еще с вами откроем VPN сейчас и проверим обновление кстати по поводу этого VPN будет отдельный ролик стоп я же уже вошел да вошел мы сейчас тут выберем с вами ну допустим и выберем что например Германию и подключимся к Германии у вас установлен самая новая версия у нас Hackintosh 11 поколение процессоров Intel а теперь покажу что это реально работает потому что будут комментарии из разряда вот ты только показываешь что у тебя это бизнес версия а как а включи саму Windows пожалуйста ребята пожалуйста пожалуйста все прекрасно все функционирует нету никаких вопросов и проблем давайте выключим виртуальную машину к сожалению подождем пока установится обновление к большому сожалению так и включаем Windows все все работает без каких-либо ошибок самое важное не сказал перед тем как применять скрипт первым делом мы устанавливаем Windows либо несколько операционных систем если вам это нужно вот такое вот надеюсь что полезное видео еще скажу что System Integrity Protection может включиться в случае сброса Enveron нельзя сбрасывать Enveron иначе придется отключать System Integrity Protection из Recovery повторно потому что из OpenCore выходит вот такая вот если видео было полезно и понравилось подпишитесь на канал поставьте лайк напишите комментарии мы комментарии читаем не все правда не успеваем но будем стараться все файлы есть в Дискорде подписывайтесь еще на Дискорд сообщества всем рады в теме Parallels в текстовых каналах в закрепленных сообщениях есть все Parallel Dextap 18.1.1 прошлая 18.3.1 только для ARM Apple Silicon и универсальная Intel Apple Silicon то есть вот этот вот всем спасибо за просмотр увидимся в новых роликах всем пока субтитры